дорогие друзья вы смотрите программу один из нас на городском телеканале ю тв когда-то давно мне пришла в голову идея реалити-шоу про людей которые хотят сделать татуировки но что-то их в этом смущает даже придумал название и хочется и колется и с тех пор ничего на тату тематику ни разу не снимал но сегодня выпала возможность прийти в студию к моим друзьям отличным ребятам тату мастерам еще и семейной паре семен елена конева ребята здравствуйте с чего предлагаю начать это с того что у всех есть какой творческий бэкграунд и просто жизненный чем любили заниматься в детстве работает ли эта история что все кто бьют татуировки в детстве любит рисовать мне кажется вообще всегда это у всех по-разному ну я как один из людей который все-таки действительно в детстве рисовал могу сказать что в детстве у меня были перфокарты может кто-то помнит что это такое я не помню такие карточки я не помню для чего их использовали то есть там раскрашиваешь и получается как там дырочки не 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 там дырочки нужно было делать каким-то аппаратом в общем это то ли на заводах то ли где-то были эти перфокарты и у нас дома их было много но это картонка очень такая вот и я на них рисовала ручкой черный скелетиков я вот прям это помню у меня было много таких скелетиков к сожалению пока они неизвестно где лежат то есть назначение перфокарты было в том что не было рисовать удобно да назначение было то что они где-то использовались для проколов как компостер какой-то вот и как раз таки я на них просто рисовал было удобно рисовать по форме человека просто прикольно у тебя как в детстве складывалась как и любой ребенок я гулял а когда я не гулял я играл в дэнди сегу когда родители забирали сегу а хотелось видеть любимых персонажей приходилось их рисовать самому наверное как то так то есть воображение тебе помогало скрасить будни ну вынужденное рисование было да вообще были такие темы тоже там с ребятами во дворе что-то делаешь там те надо перепрыгнуть с одного гаража на другой гараж и за это ты получаешь медаль которую нарисовал ты сам хорошие игры кстати раньше знаешь нарисованная медаль не считалось за мотивацию сейчас у детей какие-то другие мне кажется при том особенно если рисуешь ее классно все хотят от тебя получить эту медаль но при этом явно в школе там с родителями наверное обсуждали там будущую профессию и свои какие-то были мысли о чем думали какие перебирали возможности для развития у меня хотели отправить на железную дорогу потому что половина семьи работала именно там но как-то из черниковки ездить в демский колледж железнодорожный меня не радовала такая перспектива и я пошел в строительный колледж потом в аграрный институт ну и ты закончил универ я не закончил я учился инженер-строитель как занялся татуировками я подумал зачем мне универ лена ты чем занимался школе и после школы школе как раз я увлеклась вот росписью одежды потом всякие рукодельные штуки дело сережки украшения потом из подружки начали рисовать картины и уже потом как-то это все вот переросло в то чем я занимаюсь сейчас вот это училась я на программиста в уготу расскажите как пришли в татуировку получается ты была первопроходцем ну да я получается да уже 7 лет как этим делом занимаюсь как раз вот после картин ну появилась такая идея попробовать и попробовала и как-то меня очень сильно в это дело затянуло и нашла девочку которая продавала оборудование она мне чуть-чуть показала как это все делать мы первый раз сделали мою собственную татуировку на банане вот на следующий день я уже пришла с подружкой мы уже сделали на подружке да на подружке первую татуировку на ноге мы ей сделали и что за татуировка была там была панда такая опасная открытой пасти вот опасная панда вот и получается с тех пор как-то среди знакомых за счет того что у меня была какая-то небольшая клиентская база там от картин вот бижутерии которую я сама делал в принципе были какие-то люди которые интересовались в целом моим творчеством и вот они как-то и в татухе решили тоже попробовать себе поделать у меня ну вот и как-то так но вы оба при этом рисовали и ты тоже какой-то момент решил почему бы тоже не попробовать я тогда еще музыкой занимался тяжелый и там как бы в почете тяжелый хардкор и в почете были татуировочки и лена мне делала первую татуировку я такой понял что можно тоже этим заняться и как-то она вот меня привела вот во все это дело на момент когда уже то есть вы это выбрали для себя как способ заработка и профессию с какой реакции от родителей и родственников столкнулись но я когда первый раз пришла домой и сказала мама я сделал татуировку она была в шоке потом я сказал не переживай не себе подружки то есть сначала мне не было татуировок получается сколько года два я была без татуировок ну нет может чуть меньше но год но как минимум год тоже я была без татуировок сначала пробовал это делать на других людях потом меня уже честно говоря замучил тоже вопрос как же ты так сама не познала почему ты не в курсе каковы эти ощущения такая думаю все надо сделать уже как бы познать этот мир татуировки вот и не знаю я не могу сказать что родители до сих пор как бы меня не принимают они я думаю все равно видят что есть какие-то успехи что я ну как бы и не бездельничаю вроде и деньги какие-то зарабатываю поэтому надеюсь они в глубине души одобряют но конечно они в целом не очень относятся к татуировкам и ну так скажем старые закалки считают наверное что все таки они немножко портят людей но наверное как то так а ты прервал железнодорожную династию нет мои сразу такие о ты приносишь деньги и тебе не надо там ходить куда-нибудь в офис или на стройку тебе не надо их давать тебе не надо катиться в рейс на пусть и пожалуйста занимайся стиле которые вам ближе всего в каких работаете максимально простым языком графика вип шейдинг дотворк дотворк точечками да но в принципе это все это все точечками да то есть самое главное это один цвет ну максимум желательно потому что но иногда бывает я добавляю какие-то цветные элементы но я не люблю смешивать разные цвета красок мне как-то комфортнее либо сделать полностью черно-белую работу либо где-то сделать какой-нибудь одноцветный акцент например вот то есть графика дотворк вип шейдинг это когда линии точечки мелкие и все тени выполненные в технике вип шейдинг это имитация так скажем наброска карандашного то есть где-то линия почетче где-то послабее и то есть тени образуются за счет концентрации черных точек вот но в принципе мои эскизы говорят об этом в таком стиле начинал я вообще делать не утрат old school но со временем тоже пришел в графику он понял то что но ты делаешь при этом тоже цветные татуировки да делаю но в принципе то цветные татуировки если вообще смотреть художество стороны это тоже графика то что делают допустим с контурами вот это не утрат там не знаю посмотрите наброски васнецова он тоже делал те же самые свои картины но с контурами и это называется графикой нереализм вот смотри ты занимаешься семь лет уже татуировками ты чуть меньше 5 где-то но все равно достаточно долго как вы считаете на тот момент когда вы начали бить был тогда бум татуировок в россии вообще и было ли такое понятие в какие-то годы и как сейчас скорее всего да тринадцатый пятнадцатый год это прям самый бум когда и татуировщиков стало больше и люди ходили забиваться активнее прям а с чем это связано больше стало им то есть интернет вроде бы активный уже был на тот момент нет на самом деле информации по созданию татуировок ну типа там на тринадцатый на двенадцатый одиннадцатый года не так много было то есть как раз вот она начала появляться вот после вот этого момента вот и в принципе сейчас очень много информации поэтому действительно если можно так сказать легко в принципе этому научиться главное чтобы тебе было желание в этом деле развиваться и не чисто деньги зарабатывать а именно расценивать это как творчество как выражение себя вот потому что бум мне кажется случился из-за того что было очень много людей которые подумали что это легкие деньги что в принципе вроде бы как ничего сложного и поэтому мне кажется многие начали пробовать это делать это со стороны мастеров а со стороны клиентов возможно какое-то определенное поколение подросло которое уже росло на примерах ну там кумиров молодежи с татуировками стало более доступно то есть даже если посмотреть на рынок там татуировки в начале двухтысячных стоили дороже чем сейчас поэтому татуировка стала доступнее для каждого и каждый а доступнее потому что больше мастеров стал да и раньше наверное было там не каждому человеку сделают татуировку типа ты еще у нас на дворе не самый крутой пацан ты там не имеешь права делать татуировку а как-то в десятые тринадцатые года это все изменилось наверное вот сейчас можно ли сказать что это полноценная культура в россии или все таки субкультура еще но вот сложно назвать это и культурой и субкультурой мне кажется потому что на субкультура это все-таки какая-то небольшая часть как я понимаю да а сейчас скейтеры катаются вокруг фонтана в идее ну а сейчас получается все таки почти у каждого на третьего да татуировка есть хоть какая-нибудь маленькая там надпись на запястье поэтому это сложно назвать субкультурой то есть это реально достаточно популярно другое дело что мне кажется большинство делают это чисто ради моды какой-то вот у меня вот сейчас моды еще есть на татуировке сейчас это вообще типа надо сделать татуировку есть на определенные стили но в целом она меняется в целом да да ну с другой стороны да если допустим бум был в тринадцатом пятнадцатом году тогда был подросток которому было 11 12 лет у него например были там старшие братья сестры и он жил если ему это нравилось он жил с ожиданием того что вот я однажды все тоже сделаю и за это время еще больше больше у него появлялось людей вокруг него татуированных и для него это уже соответственно как бы более привычным становится да скорее всего так поэтому сейчас вообще татуировка никого не удивишь вот как раз ну в десятые года это было чем-то таким прям как раз вот субкультурным да а сейчас это уже вообще обычное дело единственное что конечно старшее поколение но тоже опять же не очень понимает то что все молодые сейчас почти каждый в татуировках хотя бы в одной вот но старшее поколение тоже иногда приходит на сеансы поддерживать молодое поколение перейдем к мифам и стереотипам ты уже сказал как раз таки про цену что раньше татуировки были дороже но все равно татуировки это вроде как до сих пор не дешевое удовольствие и даже самые любители экономить они конечно тоже есть наверное понимают что все таки если сильно дешево то в этом есть какой-то подвох то есть либо мастер совсем начинающий либо он вообще не понимаешь что он делает либо он ну как бы вообще не тратился на оборудование и работает непонятно с чем на ваш взгляд татуировки это дорого но мне кажется люди не готовы платить нормальные деньги за татуировки несмотря на то что люди покупают какую-то одежду на сезон там за пять тысяч какие-нибудь кроссовки пять тысяч за татуировку которую ты весь всю жизнь будешь на себе носить это для них кажется дорого то есть в этом плане немного непонятно отношение людей к татуировкам скорее ну простой человек который приходит с улицы в студию и смотрит на двух мастеров начинающего профессионал он особо не понимает разницу это как в том ролике с пиратом женщина женщина яблоко яблоко и поэтому он такой но он же дешевле делает я пойду к нему да очень многие экономит на татуировках и идут к супер начинающим мастерам и вообще даже не смотрят работы ну и в итоге экономит так что потом приходит к нам перекрывать эти татуировки ну да или перекрывать или сводить ну сводить очень тяжело конечно по поводу дороговизны можно написать мастеру с интересным проектом интересные проекты обычно берут с хорошей такой скидочкой ну да какая самая дорогая татуировка была которую вы делали сложно сказать точную цену потому что самая дорогая татуировка это самое долгая то есть что-то большое да какой-нибудь тату рукав который состоит из нескольких сеансов и там не сложно вспомнить несколько десятков тысяч наверное сколько типа 30 40 ну 40 50 40 50 по-всякому всегда все зависит от сложности татуировки от масштабов руки у всех они тоже абсолютно разные ты помнишь какую-нибудь конкретную прям большую дорогую работу ты такой вот этого это вот такого я еще не делал не знаешь я помню работу которая большая но я ее делал просто за минимальный прайс потому что мне было интересно это сделать а что это было это змея огромная на пол ноги и мне интересно было там поэкспериментировать с цветами и это было где-то 5 сеансов но получил я там около 10 тысяч всего за все это но это делалось свое удовольствие но ведь цена еще из чего складывается во первых это много времени во вторых это физическая работа то есть вроде вроде кажется что ты не цемент носишь но ты сидишь в одной позе у тебя все затекает все затекает руки в первую очередь затекают пальцы устаю вот плюс еще в расходные материалы и нормальное оборудование ты тоже что денег стоит ну аренда помещения еще естественно и кушать хочется тебе говорили у тебя нет татуировок ты на себе не испытала вот то второе основной мне кажется но но это и не миф что больно насколько больно и какой у людей порог я не знаю и более и тревожности потому что вот буквально перед записью начали говорить про то что человек может себя накрутить и упасть и упасть в обморок пока ему еще больно не стало ну да у меня были такие случаи была девочка которая очень переживала на прям все тряслась и даже когда мы еще не начали делать она уже начала того а потом когда начали делать как бы ей было вообще не больно абсолютно но из-за того что она себя вот так настроил то что будет какой-то конец света вот ей было действительно тяжело также был какой-то давным-давно у меня тоже мужчина который пришел женой им нужно было сделать ангела как у бэкхэма на спине да но там на самом деле да он уже был с причёска как у бэкхэма не помню недоработочка ну в общем просто этот мужчина выглядел таким прям крепким солидным который точно не пойдет в обморок но как только мы ему перенесли картинку он там тоже уже начал немножко накреняться мы его поймали ну то есть это чисто психологическая настройка делали ему татуировку или делали то есть как раз после того как я уже начала делать он понял что за ней так страшно и спокойно все вытерпел 90 процентов замечательно терпят это очень редкий случай то что человек приходит и прям невозможно там за пять лет у меня была только одна девочка которая там с десятой минуты уже я не могу больше остановить это у меня тоже была только одна девочка которая недотерпела прям в общем не буду вдаваться подробности но она в общем не до терпела самый первый этап нанесения татуировки и пришлось перенести вот а все остальные хоть бывает и через больно все равно все терпят потому что это на самом деле ну не так страшно как гореть в адском котле ты знаешь как гореть в адском не ну так если сравнивать то наверное не столько больно понятно что от места зависит и там если ты у тебя как большая площадь и там терпишь здесь нормально здесь побольнее ты просто-то так porn и как мастер устает и ты как бы тоже устаешь потому что у тебя постоянно какой-то стресс организм и ты как бы тебе не столько больно сколько ты уже устал что тебе все время нести то что-то происходит но больно�� Non-paint сильно болью но все время это как миф про то что белый цвет он самый болезненный просто белый цвет делается в самом конце Поэтому люди такие видят белый цвет Нет, сейчас будет больно Я вообще первый раз об этом слушаю Белый цвет сам больной Типа считается так Но он делается просто в самом конце Потому что если ты его сделаешь вначале, ты потом его запачкаешь Еще один стереотип Прерогатива, значит, криминального мира Татуировки Кто-нибудь может сказать, вряд ли это бабушка скажет Но какой-нибудь может найтись, я не знаю Дальний родственник, чей-нибудь знакомый Который скажет, а это вообще что значит? За это спросить могут Вот ассоциация татуировок с блатной романтикой И криминалитетом Она вообще имеет место быть в 2020 году? Хоть какое-то? Нет, есть художественная татуировка Есть татуировка, которую делают на зоне Там определенные картинки И там, наверное, люди тоже с глазами сидят Которые, несмотря на специфичность Так скажем, своих укладов Понимают, что ты где-то это делал Не в местах, а в столь отдаленных Ну да, действительно, потому что есть очень Большая визуальная разница Как минимум, потому что Мы, ну все современные татуировщики Используем нормальное оборудование Нормальную именно черную краску Не зеленую, не синюю Не из ручки Да, не из плавленого каблука Ну короче, нормальные материалы Поэтому результат, соответственно, выглядит намного лучше, чем на зоне Вообще на зоне тоже используют нормальные материалы По слухам Ну, я не знаю Туда почта Привозят посылки Но просто, да Есть художественная татуировка А есть тюремная татуировка Да, они отличаются Мне кажется, чем больше проходит время Тем дальше они друг от друга отдаляются Как бы тюремная татуировка Она все равно есть и будет Как... Ну не так просто много осталось, да, профессий Наверное, моряки тоже до сих пор себе делают Какие-то свои татуировки Но просто они тоже могут пойти к нормальному мастеру И сделать художественную татуировку По-моему, мы даже книжку упускали С конкретными тюремными татуировками У них прямо определенный рисунок Определенное понятие То есть код нарисованный в той книжке И там любой другой код Это разные вещи Да, но есть такой момент, что Не так давно стало популярным Быть таким... Ауэшникам Забитым, да Странными непонятными татуировками Которые очень похожи на зонышки Которые косят как раз-таки под тюремную Да, которые очень косят И бьют даже тюремные звезды Ну, то есть всякие такие За которые, наверное, да Действительно могут спросить Но это чисто дань моде Ну, во-первых, надо сначала найти тех людей Которые могут у тебя спросить Во-вторых, если ты в качестве моды Для себя предпочел ролевую модель того Что вот так, типа, в 50-е, в 60-е годы В СССР воры в законе выглядели Ну, это странноватые у тебя Эстетические, мне кажется, предпочтения По-моему, сейчас, кстати, в России запретили вот эту пропаганду Да, так это плохо вообще Мы вот об этом как раз-таки и говорим Ну, как в свое время был запрет нацистской символики Так же, собственно говоря Типа, ОЕ и вот всякая Сразу надо сказать, что мы такие татуировки не делаем И мы не делаем Ну да Звезды нет, розоветров, пожалуйста Ну да, только розоветров там не на коленках где-нибудь Это могут перепутать Какие-то, может, еще есть стереотипы, которые я пропустил Какие-то уверования там Про то, что набить Смысл татуировки? Да, да, да Да, вот про смысл, кстати, точно Как-то был случай, то, что девушка писала Хочу набить лилию И вот она такая Хочу, хочу, хочу И приходит время рисовать эскиз Я такой, ты не передумала? Она такая, знаешь Наверное, все-таки не будем делать лилию Сделаем пион Я говорю, почему ты передумала? Ты всю неделю Меня так плотно наседало на мозги То, что ты хочешь лилию И сейчас ты передумала Она такая Ну, я прочитала то, что В Древней Греции Когда человек умирал И мы на модилку кидали лилию И я не хочу с этим ассоциироваться Я говорю, ну раз мы живем в Древней Греции Хватай вилы Зажигаем факел И идем убивать кошек Потому что это посланники Ада В Древней Греции Она такая Подумала такая Ладно, бьем лилию Ну да В итоге сделали мы ее? Да Учитывая, что она сама об этом не знала До этого То странно было, конечно Этими правилами руководствовать Ну, странно Когда люди Они как раз-таки, наверное Снова же себя накручивают Там вот я набью вот эту татуировку А что она значит? Они заходят в интернет Ищут всякие смыслы Находят там что-то из древнего Египта И такие Нет Надо что-то другое Да, очень часто спрашивают А какой смысл этой татуировки? Вот Это чаще всего спрашивают Не то, что кто-нибудь Блокной к тебе подойдет Да А то, что тебя человек в разговоре Далекой Обычно от этой культуры Спрашивает А что это значит? Меня это в тупик обычно ставит Ну вот вы сами как относитесь? Вы там к своим татуировкам Вы вкладываете в это какой-то смысл Или для вас это украшение в первую очередь? По-разному Мне кажется, каждый человек Как раз сам должен вкладывать В себе смысл Какой-то ассоциативный ряд Может быть Ты время вспоминаешь Когда это было Смысл, воспоминания Ну кто-то красоту просто Ну да Возвращаясь к вопросу Про то, что раньше татуировки Были дороже Но они раньше были Еще и менее качественными Да Но качество татуировок Все равно со временем На глазах прогрессирует То есть почему, например, еще Ну не так давно 20 лет назад 20-25 Татуировки выглядели Ну то есть Татуировки набиты и тогда За редким исключением За мизерным, мне кажется Исключением Можно сейчас Без слез на них взглянуть Ну не было оборудования Мастерство оборудования В чем проблема? Скорее оборудование И на стиле тоже, конечно, новые Всякие появились Интересные, необычные Ну пришли, во-первых Художники в татуировку Ну да, развитие, естественно Пошло в плане художественности Художественной ценности Показали, что можно делать его так И люди увидели, что можно делать так И начали повторять за ними Просто раньше-то предел крутизны Был это вот эти, пожалуйста Трайбл Как у Клуни Как у Джорджа Клуни Это уже мем, наверное Да, как у Клуни Это хэштег Это как такое Схематичное Черное пламя Давайте вспомним Как у него рука выглядела Но это же просто некрасиво То есть это сложно Назвать художественной татуировкой Ну, наверное, да Но по поводу как раз Вот этого стиля Как минимум В макияже Он сейчас тоже Немножко возвращается И это сейчас Немножко тоже модно Делать всякие Трайблы И рисуночки на себе И это какая-то Новая волна Чего-то такого Тоже необычного Но это, скорее всего Как бы сезонный Это, наверное, тоже пройдет Ну, мода циклично Просто тогда Она, наверное, подзатянулась Потому что Не особо-то была альтернатива Да, потому что тогда Кроме этих татуировок Ничего и не делали Ну и сейчас можно сделать В принципе красивый тот стиль Просто люди обычно Видят татуировку на ком-то И хотят такую же Мне кажется Еще очень неправильно Искать идеи татуировок В Гугле Потому что Гугл Он как будто Показывает какие-то старые Вот эти всякие запросы То есть если ты напишешь Тату для девушек Там, возможно, до сих пор Будут вылезать Вот эти котики какие-то Бабочки Да То есть лучше Не знаю Ну, в самой современной Соцсети в Инстаграме Смотреть работы По хэштегам Допустим Lion Tattoo То есть львы Татуировки И вы там увидите Самые новые Самые современные Ну да, как это сейчас выглядит Да То есть вы увидите Вообще, как это бывает Как это можно сделать Иначе Нежели показывает Гугл А лучше написать мастеру И прийти на консультацию Ну да Самый лучший вариант Вам все покажут Кстати, знаете Мне кажется, что еще В прошлое ушло Хотя, возможно В каких-то салонах Это есть Это вот этот большой альбом С эскизами Ну вообще Типа можно выбрать Его Вообще есть еще такие салоны Которые по такому принципу работают В Турции Что там сидит человек на смене просто Курортные города Курортные города, да Там очень много всяких этих салонов И они именно работают так Что их двери всегда открыты Приходи, кто хочешь Выбирай Мы тебе сделаем Как бы Там мастерам Не важно развиваться В плане художественного Творчества Вот То есть они как раз таки делают Просто все подряд Делают все, что заказывают клиенты И им очень удобно Когда клиент из альбома выбрал Просто тебе показал И ты это сделал Такой фастфуд получается Да Это называется тату-шопы То есть где Действительно Ты как просто покупаешь Вот эту готовую татуировку И все Вот А потом еще залез в море В соленое И загорал на солнышке И в итоге с татуировкой Все совсем плохо Ну да Уход это конечно тоже очень важно Это очень сложно контролировать И иногда Ты такой после сеанса Распинаешься Ну вы памятку даете Написано там Купи то Сделай это Они приезжают К себе во двор И там Да нет Купи вот эту мазь Там Сделай так А вообще Наш дедушка Заживлял их вот так Давай и ты И все будет нормально А потом они пишут Тебе такие Через дней пять Слушай Тут какая-то фигня Такой А ты чем пользуешься? Ну я вот пользуюсь вот этим А зачем ты пользуешься вот этим? Ну мне сказали Что будет нормально Да Часто так бывает Что клиенты как-то забывают Про свою татуировку Надо прислушиваться к мастеру И не забывать о том Что это рано по сути В тот момент Которая должна адекватно зажить Конечно Да Потому что в принципе Пятьдесят процентов Это клиент И его отношение К своему здоровью И К результатам Давайте затронем тему Родителей и детей И начнем с Несовершеннолетних Клиентов Или несостоявшихся клиентов То есть как Во-первых С вашей стороны Эта схема работает То есть Сколько тебе лет? Принеси пожалуйста паспорт Как это? Обычно ты смотришь Вообще Кто тебе пишет И если у тебя есть подозрение На то Что этому человеку Нет 18 лет Ты спрашиваешь его об этом Иногда они сами Честно пишут Здравствуйте Нет 18 лет Но очень безумно Хочу сделать татуировку Что можно сделать? В случае Если ребенок Уже старше 14 Лучше 16 Я обычно от 16 Говорю Приходишь С своим опекуном Он пишет заявление При мне Проверяет все расходные Материалы И может Остаться с нами Сидеть Наблюдать за процессом Либо пока Пойти по своим делам Вот В принципе Возможно Сделать татуировку Но все-таки Лучше наверное Подождать Совершеннолетие И даже Не 18 лет А Наверное 23 24 Почему именно Такой возраст? Потому что Мысли Идеи Меняются И очень часто Люди Которые набили Татуировки В 15-16-17 лет Они потом Действительно Как раз После 23 Уже понимают Что они совершили ошибку И приходится Все равно Все перекрывать Плюс Это тот возраст Когда ты уже Сам начинаешь Работать Зарабатывать Деньги Ценность Чувствуешь Да Все-таки Более обдуманные Татуировки Конечно Они лучше Потому что Это все-таки На всю жизнь И это всегда Нужно помнить А какой процент Таких сообщений После того Как ты говоришь Можешь прийти С родительным Супикумном Он напишет заявление Пожалуйста Пусть остается Или Я тебе сделаю Он может пойти погулять Насколько Большое количество Людей На это соглашается И приходят С семьей Процентов 90 соглашается И что это за родители То есть они приходят С сомнением Или какие-нибудь Веселые родители Типа давайте Сделаем Голь ему Я делал Татуировку братишке Которому 17 лет И как бы Наблюдал весь этот процесс И родители Просто сказали То что Ну Он просто доводит нас Просто невозможно Сделай ему Ладно Ну у меня была Обратная история Очень немного Странная для этой ситуации Обычно как раз таки Дети пишут Привет Мне 17 Можно ли мне Сделать татуировку Но один раз Мне написала Женщина Говорит Вот моей дочке Нужна татуировка Мы как раз С этой женщиной Обсуждали идею Обсуждали все Они пришли вдвоем И Ну мама там Потом ушла По каким-то своим делам Я осталась С этой дочкой Мы делали ей татуировку Я у нее спросила А как долго Вообще Ты уговаривала маму Все-таки Ну в 17 лет Все-таки рано И девочка такая Да я не особо Хотела татуировку Вот у меня мама Хотела Чтобы у меня была Татуировка Я очень удивилась А у мамы У самой есть татуировка? Нет Ну видимо она Как-то короче решила Что-то как-то да Было немного странно Вот Обычно конечно дети Очень хотят И уговаривают родители Но вот и такие истории Тоже бывают Татуировки на лице Как относитесь? Плохо Ну мне тоже кажется Что до этого Так скажем Нужно дойти То есть когда это Твоя первая татуировка Это очень неправильно Потому что Все-таки Обычно тоже Татуировки на лице Наверное хотят Типа молодые парни Которые хотят Сразу заявить о себе Всему миру И мне кажется Лучше тоже пройти Через что-то более Скрытое Не такое броское Вот Ну и в целом Не знаю Эстетически они нравятся? Эстетически тоже Ну мне нравятся некоторые Некоторые Аккуратные и красивые Ну где-нибудь тут Где-нибудь тут Какая-нибудь такая Маленькая мушка Ну какие-нибудь симпатичные узоры То есть не вот тут Вот череп прямо Хотя череп тоже красивый Ну то есть Это очень такие Специфичные конечно Татуировки И нужно понимать Что Грубо говоря В банк тебя точно Потом уже не возьмут Да даже больше В Москве допустим Одна студия заявляла Что не возьмет Татуировщиков С татуировкой На лице Ну у всех Не серьезно Относится к работе Или почему? Или в разрез идет С эстетическими Представлениями Студии О татуировке Скорее с эстетическими Ну тут видимо А почему тогда Такая повальная мода Потому что Это что называется Прям в лоб То есть Татуировка Которая там На видном месте Но она там Будет условно Чуть выглядывать Или вообще На теле Это не особо Там кто-то увидит А это Все будут видеть Всегда Поэтому это так модно Появилась такая тема То что Татуировки на лице Сейчас делают Какие-нибудь музыканты Творческие личности Как знак того Что я не пойду Работать в офис Ну да Это был социальный посыл Моргенштерна Что он вокруг этого Сделал Сану историю Что я Когда решил Что я точно Чтобы это было Таким якорем Который не пустит меня В офис Я себе решил сделать Но к сожалению Алишер один Ну да Людей сделавших Эти татуировки Много Это имело место Как социальное высказывание Вот Но В большинстве своем Многие это делают Не чувствуя Возможно Предпосылок Что они там Начнут миллионы зарабатывать Да кстати Даже не в миллионах дело Но реально же Есть как бы Корпоративная культура Она я думаю Не так быстро изменится Ну да Ну в принципе На работу все равно Берут с татуировками На лице Да А куда например Большинство татуировок На лице Они не очень Потому что делают Молодые ребята В основном Ищут подешевле Где можно сделать И Выходят Так как выходят Ну да Вы делали когда-нибудь На лице татуировки? Я очень давно Хочу сделать татуировку На голове Если есть какие-то Желающие Пишите Вот Но я делаю только На ухе И под губой Ну вот прям на лице Нет К сожалению Но мне чисто Ради эксперимента Хотелось бы Потому что У нас везде Немножко какая-то Разная кожа Разная толщина Кожного слоя И ну как бы С технической точки зрения Интересно было бы Попробовать и на лице Я один раз тоже делал Ради эксперимента Тоже за низкий прайс Потому что Мне было просто Интересно попробовать Там буквально Такая точечка Где-то вот тут И я сделал Ее по-моему Там За тысячу рублей И потом Мне этот парень пишет Хочу еще татуировку На руку Такой Сколько стоит Я ему Говорю Цену значительно выше Он такой Ну это же стоило Тысяча рублей Я такой Ну это был эксперимент Эксперименты по тысяче Я видел Ну вообще Обычно даже Хорошие мастера Они не берутся За такие работы Потому что Они делают более крупные И серьезные проекты А это все-таки Такое немножко Ребячество получается Ну какую-нибудь там Загогулинку сделать Это как бы да Не все же мастера Вообще в целом Берутся за надписи За мелкие такие идеи И это вот Из той же серии На пальцах Наверное Это уже распространено Да Часто пишут Раньше кстати Люди как-то начинали Делать татуировки Допустим От плеча И шли к низу Сейчас как-то наоборот Идет от тести И ближе к плечу Да Я кстати Это часто видел И это на мой взгляд Не особо эстетично Когда реально У человека голые руки И у него забитая кисть Ты такой Ну ты вот прям вот Хочешь вот так вот Всем показать А дальше То есть тебя это Не особо как-то волнует Ну да Это не для себя Но это говорит о том Что это не для себя В первую очередь Да Для всех остальных Для всех остальных Остается время Понятно Что когда ты Творчество делаешь Профессией Оно перестает быть Хобби Ты немножечко Попадаешь в поток Особенно когда Много клиентов И остается ли время Как раз таки Просто порисовать Что-то попробовать Новое Вот сейчас я знаю В октябре Есть как раз таки Инк Тобру Это вроде международная Такая инициатива Да В октябре надо рисовать Каждый день Да На определенные Заданные темы Ты рисуешь И я уже второй год Пытаюсь совершить Этот подвиг Осталось всего лишь Несколько дней Я дойду до финала Ты не пропускал пока Да Единственная проблема То что от этого Страдают немного Мои клиенты Артем Кристина Я помню Про вас Ваши эскизы Скоро будут готовы Ну в принципе Время не хватает На творчество Удается порисовать Да Это свободное время Вот тут вот По лицу Обычно Обычно у меня Творчество В последнее время Уходит в грим Я рисую на себе Лен У тебя есть параллельно Суперинтересная Деятельность Отдельная Под это Дело Страничка В инстаграме Грим Вот Расскажи Когда Как увлеклась И сейчас По сути Ну такое же Для тебя Важное направление Как татуировка Возможно даже Более Нет не более Они на одном уровне На уровне Да Увлеклась я Где-то наверное Три года назад Когда просто Было желание Перевоплотиться В каких-нибудь Киношных персонажей Один из первых Гримов Это был Джек Воробей Потом Шляпник Ну вот Из подручных средств Я в общем Перевоплотилась В эти образы Потом захотелось Как-то более Все профессионально делать Научилась гриму Съездила на курсы В общем постоянно Стараюсь обучаться Развиваться Ну ты ведь и выигрывала Конкурсы От производителей Косметики И ездила Ты как бы скромничаешь Немножко Ну я выучилась Ну да Ну были конкурсы И они в самом начале Очень меня мотивировали Как раз к развитию То есть в принципе Да Самые наверное Мои самые классные Продуманные И впечатляющие образы Были созданы Как раз для конкурсов И в принципе Сейчас ничего не меняется В этом году Я тоже пыталась Участвовать в конкурсах И это пока еще Не заканчивается И мне до сих пор Все это интересно Вот Ну я не буду Супер оригинальным Я попрошу тебя Сейчас в кого-нибудь Перевоплотиться Что это будет Я как раз недавно Делала один образ Опять же для конкурса И у меня остались заготовки Я могу сейчас Экспресс-преображение Да Используя то, что есть Перевоплотиться Клево, давай ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слушай, ну образ выглядит Ничуть не менее круто Чем в Инстаграме Вот Только там он кажется Больше Как будто бы Реально огромная Волчья голова Вот Но ты все-таки Под свои габариты Адаптировала Да Как Придумываешь образы Ну то есть Это же какая-то тематика Должна быть подходящая И ты под нее подстраиваешься Ну это я Насколько понимаю Для конкурса Да Да Этот образ для конкурса Там нужно было придумать Историю персонажа Я придумала Что этот волк Живет обычной жизнью Но очень ждет Хэллоуина Полнолуния И в этот же день Выступает его Любимая группа С концертом И вот на концерте Когда гитары Ревут Его собратья По музыке И музыкальному вкусу Тоже поют на сцене Он Смотрит на луну Воет на нее И превращается Вот в этого Death Metal Волка И у него вываливается глаз Оборотня Да Ну это он В какой-то схватке Либо на концерте Ему Чуть-нибудь прилетела На концерте скорее всего Да Может в пицце летел Да Но это получается Оборотень в кубе такой Ну да Плюсы и минусы Проживания в Уфе Что нравится Что не нравится Ну давай начнем с татуировок Наверное все-таки Так скажу Что клиенты В других городах Ну конкретно в Питере В Москве Наверное с более интересными идеями То есть Мне лично этого Немножко не хватает Потому что Приходят Со всякими стандартными идеями А хочется что-то прям Супер необычное делать Да Там больше хотят Да Ну там просто все Как-то более Как это сказать Образованы в плане того Что вообще можно сделать В татуировке Вот А у нас как-то Пользуются Google И все Ну Их даже с годами Становится Наверное больше Ну а в плане жизни Работают вам комфортно Или посещают Иногда мысли Может быть Попробовать Где-то еще Ну мысли посещают Потому что Конечно хочется Так скажем Найти себя И понять Что ты выбрал Самый правильный путь Из всех возможных Поэтому в принципе Интересно было бы Попробовать себя В каком-то другом городе Скорее охота Наверное туда Съездить Как бы вахт И там допустим На месте Побыть там Повариться Вахта Коскульная Повариться В той культуре Там пообщаться С другими мастерами Обменяться Какими-то знаниями Потом приехать сюда И развивать это тут Несколько раз Сегодня об этом говорили О том что Татуировки вроде Становятся Чем-то более привычным Ты сказала Что уже практически У каждого Третьего Они есть Настанет когда-то Момент Когда это будет В принципе Полной обыденностью И Люди там Если захотят Выделиться То только там Я не знаю Красотой и оригинальности Того рисунка Который они выбрали Мне кажется Все от поколений Зависит То есть Когда поколения Старые уже уйдут Наверное Станутся Такие как мы Которые Глупо говорить Более современные И продвинутые Но в плане татуировок И отношения к ним Наверное Будут более раскрепощенные Нет Но есть до сих пор И молодые люди Которые так же Категорически против Скорее Татуировка уже Стала обыденностью Какой-то элемент Бунта останется в этом Ну если ты весь Зататуируешься Наверное Да Ну скорее бунт Он как раз Проявляется у молодых В виде того Что мы делаем татуировку На лице Ну да А так приходят разные люди Там директора Там строительных Компаний больших Там до Не знаю Какого-нибудь Продавца Ну татуировка Сейчас действительно Уже никого не удивить Но факт в том Что это не какой-то Уже сейчас Это не там Маргинальный слой Людей Уже нет Многие люди Вполне себе Там Состоятельные Либо социально ориентированные И просто Без каких-то Я не знаю Там экстремальных Увлечений Еще чего-то Могут просто хотеть Себе какой-то Красивый Решение Просто у них там Татуировки такие По статусу Так скажем А что такое Статусная татуировка Можешь прям Качественная Дорогая Ну по ним видно Они супер продуманные Они Недавно было классно Смотреть UFC Потому что наш боец Сделал наконец Нормальную татуировку Он перекрыл Свой старый Партак Александр Волоков У Макса Титаника И прям Было классно Смотреть за тем Какая у него Крутая татуировка У вас сейчас есть Есть возможность Дать советы Как клиентам Которые хотят Но что-то их останавливает И не знают они Как подступиться К тому Чтобы Сделать себе Хорошую татуировку И наверное Начинающим мастерам тоже По какому-нибудь Одному советику От каждого Ну клиентам Я бы посоветовала Все-таки максимально Обдумать Татуировку Потому что Ну есть люди Которые не обдумывая Делают татуировки В принципе Потом не жалеют Но мне кажется Все равно Раз это что-то такое Что будет с тобой всегда Наверное К этому нужно Обноситься Как К чему-то все-таки Более обдуманному А по поводу Начинающих мастеров Ну Я бы наверное Посоветовала Для начала Тоже определиться Для чего ты хочешь Этим заниматься То есть если ты хочешь Легкие и быстрые деньги То наверное Не стоит этим заниматься Потому что Нужно понимать Что нужно очень сильно Вкладываться Чтобы развиваться Нужно рисовать Заниматься и соцсетями И всем остальным Поэтому Если ты планируешь Просто зарабатывать деньги То вряд ли у тебя получится Стать прям классным мастером Хорошо Спасибо Клиентам Советую Тщательно Смотреть Портфолио Мастера Смотреть Рисует ли Мастер И только потом Писать А то бывает Часто То что Клиент тебе пишет Хочу Цветной реализм Хочу сделать тебя Потому что Делали друзья А в портфолио У тебя нету Никакого цветного реализма И ты им вообще Не занимаешься Поэтому Тщательнее Смотрите За портфолио Мастера Татуировщиком Начинающим Рисовать 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 И еще раз Рисовать Последний вопрос Что вас делает Счастливыми В плане работы Да вообще В плане всего Вот просто думаешь Мне классно Наверное Это счастье Когда получается То что Ты делаешь От души Наверное так Когда видишь Какое-то развитие Успехи В плане работы Когда видишь Счастливого клиента Меня тоже Это всегда очень радует Когда От изначальной Какой-нибудь Дурацкой идеей Мы дошли До чего-то такого Что в итоге Клиенту самому нравится Он улыбается Всегда радует В общем Когда ты достигаешь Успеха Во всех своих Начинаниях Ну да Ну да